Костюм мы сделали как копия, костюм Леди Гаги с одного из её туров. Ну минут 5-10 можно танцевать, попеть, не 15 часов, не 10 точно, потому что ты паришься и будешь мучаешься. Знакомьтесь, это Саша. И Саша очень любит Леди Гагу. Живёт двойной жизнью. По будням она такая, как есть. По выходным двойник американской фрик-звезды. Просит обращаться к ней не иначе, как Леди Саша. Правда, не собирает ещё стадионы, всё больше по корпоративам. В мировые турне пока не ездит. Чаще по ближайшему Подмосковью. И платиновые альбомы не выпускает. Поёт хиты Гаги. Но и такое оказалось непросто заслужить. Я на самом деле не зарабатывала вообще денег. То есть я начинала по таким кавказским кафешкам. Потом ходила на рестораны, потом на книги. У меня были ещё продюсеры в Самаде, которые просто со мной такие контракты заключали. 5 лямов, 10 лямов штрафы. Это просто нереально. И люди просто на меня наживались, как-то зарабатывали деньги. И сейчас я сама себе продюсер и всё шикарно. Так-то это вам не на диване телевизор смотреть. У леди Саши с леди Гагой, мол, всё серьёзно. Прям-таки ментальная связь. Интересно, а в какой момент обычная девочка Александра Гусева из Самары вдруг почувствовала в американской суперзвезде родственную душу? И на что готова, чтобы это родство было ещё более заметным? Ну а если природа не одарила невероятным сходством, всегда на помощь придёт хирург или хотя бы мейкап. Пару взмахов кистью, несколько штрихов и вуаля! В небольшой комнатке где-то в Москве перед нами уже сидит культовая американская певица. Но леди Саши уверена, внешность – это дело второе. Их с леди Гагой связывает гораздо большее. У меня был день рождения 16 сентября. Я сфоткала в Инстаграм свою эту вот эту руку. Такая же, как у Каминии из Пасифика. Ты помнишь, через 4 часа она выложила такую же фотку, именно в такой же обработке, чем у меня. А чтобы чувствовалось ещё лучше, она скопировала татуировки своего кумира и сделала 18 пластических операций. Да что уж там, даже против слова родительского пошла. Маме не нравится то, что я на сцене выступаю, что она улыбалась. Она мне всегда, Саша, Саша, зачем, зачем, зачем? Это некрасиво, тебя же мужчины не будут как-то уважать, ты не найдёшь себе никого. Но её уже было не остановить. И чтобы быть ещё больше леди Гагой, леди Саша собирается на очередной приём к хирургу. Так для чего она готова решиться на ещё одну, 19-ю операцию? Но совсем другое мнение на этот счёт у психологов. В историях двойников нет ничего радужного. Не дар это Божий и не знак судьбы, а проблема, которую, кстати, скорее всего, родители и создали. Если мы будем запрещать именно в этот период поиграться, обязательно этот период на сцене тоже во взрослом возрасте. И мы видим прекрасное 40-летнее, 50-летнее мужиков и тёток, которые вдруг замнили себя, ну, девочки, там, девочки, нельзя бантики себе там цеплять, или юбочки какие-то пышные, да, ещё что такое. Это уже, конечно, дико. Или там какие-то пирсинки себе делать. Ну, не наиграли с детства, не позволили. Я думаю, без психологического образования понятно, что здесь есть некое отклонение, называется это акцентуация характера. Любой психолог забьёт тревогу. Это верхняя граница нормы. Здесь, конечно, нужно с этим человеком. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Александр. Или леди Саша. Такие леди и на велосипеде, и без в кабинет к пластическому хирургу заходят регулярно. Может быть, поэтому эпатажная Саша здесь никого не удивляет. Ни образом, ни количеством операций. Я делала сископки, носик, вот это. У меня было. У меня сломаны были. Почему? Она себе и бородочек, и сгубки ещё поделала, и глазки. В погоне за американской мечтой быть похожей на леди Гагу Саша уже перенесла 18 операций. И если потребуется ещё, будет делать столько, сколько нужно. Так что предложение изменить форму губ уже воспринимается как лёгкая косметическая процедура. Можно ввести филеры, да, и наружные углы, как сказать, губ чуть-чуть от вывернуть. Да и врач уже не отговаривает. По собственному опыту знает, двойники – это самый тяжёлый и непереубеждаемый случай. Так что остаётся только предупредить. Иногда пример приводит носик, могут приводить Никольки, Анжели, 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 или глаза Анжели, Анжели. Ну, это вот самый популярный, наверное. Ну, у всех, да. В основном это актёры. В основном актёры, хотя, может быть, приносят иногда фотографии совсем других людей, которые когда-то оперировались. Конечно же, у той же Анжелины Джоли и у Николькидман мы с оперированы это, и, естественно, они это не скрывают. Сказать, что у каждого человека, который придёт и скажет, что у каждого носика, как у Анжелины Джоли, и будет абсолютно такой же, нельзя, потому что исходные материалы у людей разные. И на вопрос, быть или не быть, собой или звездой, каждый отвечает сам. Это твой образ жизни или это работа? Это и образ жизни, и работа. Но больше в последнее время всё-таки оказывается, что это образ жизни. А где финал? Что будет дальше? Дальше будет хэппи-энд. Дальше мы пойдём своей дорогой, я своей. Каждый добьётся всё, чего он будет. Дальше будет хэппи-энд.